Сегодня сразу на четырех площадках города в Педуниверситете, ЧГУ, Институте образования и педагогическом колледже жители республики могли проверить свое знание родного языка. В Чебокстарах в пятый раз писали «Единый всечувашский диктант». Ежегодно он проходит накануне Дня чувашского языка. Кто в этот раз стал автором текста и что поставило участников образовательной акции в тупик? Репортаж Марии Никифоровой. В этом году тем, кто решил проверить знание родного языка, подготовили рассказ Слоача, чувашского этнопедагога Геннадия Волкова. Текст диктовали учителя чувашского языка и литературы школ номер 50 и 60. В двух аудиториях педуниверситета за одной партой оказались люди разных возрастов и профессий. Среди них и учителя чувашского языка, и деятели культуры, и студенты. Диктант был для меня нелегким. Было очень много предложений с прямой речью, которые составляли мне задуматься. Для тех, кто не смог прийти на площадки, текст диктовали в радиоэфире и онлайн, в интернете. В этом году к акции присоединились и работники нашей телерадиокомпании. Я пишу диктант первый раз, но в целом мне очень понравилось. Больше, чем орфография и пунктуация, смущало то, что руки уже не слушались, отвыкли, почерк испортился. А так, в целом, текст диктанта очень интересный, поучительный. Единый всечувашский диктант аналогичен тотальному. Он тоже анонимный, у каждого участника есть личный код. В прошлом году испытания на грамотность выдержали более 6 тысяч человек. На этот раз только в педуниверситет пришли около 200 горожан. Итоги акции станут известны в середине мая. Мария Никифорова, Алексей Енейкин, Александр Яковлев, Константин Козлов. Вести. Чебоксары.